Святой Бог, мы благословляем Твое имя, и мы просим о том, чтобы Ты кормил нас из Слова Твоего. Мы просим о том, чтобы Ты брал, Господь, и вкладывал, меняя наши сердца, преображая нас по образу Твоему, по подобию, Господь, чтобы мы отражали то, кто Ты есть в наших жизнях. Боже, благослови нас и направь, помоги нам иметь открытое сердце для слышания, Отец во имя Ишуа Мессии. Аминь. Итак, дорогие друзья, свое послание я хотел бы начать с небольшой истории и также небольшого исповедания перед вами. Вы знаете, интересная ситуация со мной приключилась некоторое время назад. Буквально недавно я читал один интересный рассказ верующего человека. Ну, знаете, есть старые книги. Старые книги вообще здорово читать. Ну, вот одна из таких книг попалась мне в руки. И я был реально тронут до глубины тем, как этот человек вообще отзывался о людях, о Боге, о мире и обо всем. Верующий человек, он настолько был позитивным вообще, что, собственно говоря, если вы почитаете литературу 5 века нашей эры, это редкость. Потому что обычно все было грустно, да, такое вот, как бы, грехи и так далее. Этот человек, он говоря о Боге и о людях, он говорил, послушайте, Бог создал человека уникальным. Человек — это высокое творение, человек — это хорошее творение. Мир вокруг нас, он уникален, он прекрасен, и мы должны стремиться к этому вот наслаждению этим миром, просто удовольствию. Причем я хочу вам сказать, что человек был невероятно набожный. Такой он просто, ну, пример из примеров и примеров. Своё послание, которое он писал, он писал благочестивой девушке, богатой девушке, Димитриаде, и он увещевал её, как бы давал наставление, как духовный отец, чтобы она вот хранила себя, всячески превознося её решение следовать за Христом. И я хотел бы буквально чуть-чуть прочитать из тех слов, вот чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Итак, он говорит, «Из-за этого Господь природу, закостеневшую в разных пороках, покрытую ржавчиной невежества, ну, то есть он говорит о людях, тронул напильником закона, с тем, чтобы отполировать её частым увещеванием, дабы обрела она от этого свой прежний блеск. И, разумеется, нам стало трудно творить добро не по какой-либо иной причине, но только лишь от долгой нашей привычки к порокам, которая началась с малого и постепенно в течение лет развратила нас и так сковала, так подчинила порокам, что нам стало казаться, будто эта привычка входит в нашу природу. Всё то время, пока мы были нерадивы и пребывали в пороках, мы привыкли быть злыми и влеклись к беспутству, а невинность полагали глупостью. Теперь это восстаёт против нас. Старая привычка противиться новой воле. И столь долго мы выучивали злу, не приобретая никакой привычки к добру, что нам странно, отчего нам, невежественным, из-за праздности и безделия нашего святость представляется чуждой. Вы чувствуете, да? Ну, я не знаю, вот как бы слог и вообще... Можно сказать аминь на то, что он говорит? Конечно, аминь. Я тоже сказал аминь. Я потом, знаете, думаю, надо почитать. Слушайте, такой интересный мужик. Вообще, ну, пятый век, а так как бы излагает, правда, таким литературным высоким слогом. И я был удивлён. Человека звали Пелагий. Слышали такое имя? А Пелагианство, слышали такое? Да? Это известный еретик пятого века. Честно, я не ожидал. Ну, я слышал о том, что когда-то там есть какой-то... был какой-то Пелагий, было какое-то Пелагианство. И, между прочим, то, что я прочитал, это сплошная ересь. Да? Представляете, друзья? Я был удивлён. Я был потрясён. В каком-то смысле. Ну, вот такие у меня потрясения в жизни. Вы понимаете, да? 25 лет я верующий человек. Постоянно я учусь. Я прочитал... Я не знаю, сколько книг я прочитал разной величины. Не только первую, вторую и синюю. Но, действительно, понимаете? И я не понял. Потому что... В чём особенность этого послания? Оно очень позитивное. Правда? Оно говорит о том, что я свободный человек. Вообще, я классный. Я могу выбирать хорошую волю, вот просто добро. И моя природа... Причина вообще моей греховности не в том, что я грешник по жизни, а в том, что я просто привык выбирать грех. Вы понимаете? На самом деле, ну, это всего лишь в этом суть вот, в общем-то, ну, как бы того, что происходит в моей жизни. Итак, Пелагий очень интересный. Его учение основывалось на том, что сам по себе человек, он действительно хорош. Он создан Богом, как хорошее творение. Вообще, весь мир хорош. Но человек не является грешным по своей натуре, по своей природе. Иными словами, то, что произошло в Эдемском саду, никоим образом не отразилось на человечестве. То есть, иными словами, поражение Адама, это было личное, ну, вот просто такое, знаете, индивидуальное поражение человека. И когда он говорил о Ишуа, когда Пелагий говорит о Ишуа, он рассказывает о том, что Ишуа – это пример для нас того, как все может получиться. И если и есть какая-либо благодать Божья в нашей жизни, то это благодать выбирать. Благодать иметь разум о том, что мы с вами думающие люди. Правда? Мы же думающие люди. Мы можем выбирать. В этом и суть Божьей благодати. И не нужен кто-то извне, кто бы пришел в нашу жизнь, что-то делал с нами для того, чтобы нам помочь не грешить. Итак, друзья, размышляя об этом всем, я реально, ну, как бы, так неожиданно это было для меня, я понял, что чем-то вот это послание Пелагия, оно напоминает в определенном смысле современные проповеди. Возможно, вы видели такие проповеди, да? Грех там, собственно говоря, не совсем грех. Грех там, как некий такой, ну, что-то такое, да, это не совершенство, да, Богу это не совсем нравится, но вообще ты должен помнить, ты хороший. Вообще, вот ты вот именно хороший. Вот именно ты такой классный человек, поэтому не парься этими всеми разными заморочками. Давай, делай, выбирай, просто, ну, будь на позитиве, смотри на мир хорошо, приятно, и все у тебя получится, вот просто и легко. Но на самом деле, друзья, не все так просто. Не все так просто. И я понимаю, что нам нужно достаточно ясно для себя понимать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот именно в этих вопросах. Давайте попробуем немножко разобраться по Писанию. Отойдем от Пелагии, а пускай это будет просто как наше вступление, и пойдем немножко дальше. Итак, я бы хотел коснуться такого важного вопроса, как понятие зла. Вы знаете, если вы посмотрите большие книжки, то зло там является, ну, таким серьезным предметом, которые, ну, по-разному пытаются объяснить, что это такое, откуда оно пришло. И я абсолютно уверен, что у каждого из нас есть свое представление о понятии зла. Да? Мы иногда представляем зло как некую личность. Вы это представляете себе таким образом? Вот есть Бог, а есть некая такая субстанция, предположим, такой черный ангел. Такое, знаете, исчадие мордора, такого исчадия ада. И вот оно приходит и просто начинает как-то давить на людей. Или оно в каком-то смысле похоже на вирус, который находится в пробирке. Вот он там есть, и если его ты открываешь, он разносится по комнате, и все становится злым. Или это какой-то нечистый дух, который каким-то образом вот он приходит, вот зло пришло, мы говорим, да? То есть мы много говорим этих слов. Что Библия об этом говорит? Давайте подумаем. Итак, прежде всего, друзья, лучше всего идти с самого начала, идти из Писания. Когда мы читаем вторую главу книгу «Бытие», вообще, мы помним, что в этой главе описывается процесс сотворения. Бог творит все то, что мы с вами видим, весь этот мир. И вы помните, как заканчивается этот процесс? Помните? Бог посмотрел и сказал «Тов, хорошо!» и благословил. То есть изначально сотворение мира, оно не имело в себе никакого понятия, которое мы могли бы связывать со злом. Бог создал добрым все на самом деле. И людей, и зверей, и все то, как происходило, сама по себе природа, и вся эта атмосфера, в которой жили люди, оно было «Тов», оно было благословением для людей. То есть, что мы можем понять из этого? Бог не творит никакого зла. Бог не сотворил изначально зло в этом мире. Иногда люди говорят «Окей, зачем Бог создал сатану? Да? Что он? Можно было бы не... Почему вот есть бесы, нечистые духи, которые мучают? Сейчас мы с вами немножечко разберемся в этом. Итак, зло не было сотворено Богом. Но мы знаем, что происходит событие в Эдемском саду. После того, как человек ослушивается Божьей заповеди, вы помните, что приходят определенные последствия, изменения, которые касаются самих людей. Правда? То есть, Адам и Ева, они вообще, вся жизнь их исковеркана из-за того, что они приняли неправильное решение. Но также и мир вокруг них абсолютно меняется. их нежно просят выйти из Эдемского сада, предупреждая, что они туда не вернутся. Ставят на всякий случай ангела с мечом огненным. И они сталкиваются с миром, который не очень-то для них в каких-то моментах становится дружелюбным. Потому что Бог говорит Адаму. Это третья глава бытия 17-19 стих. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Видите, да? Земля не была проклятой до этого момента. Но он говорит, ты съел, и поэтому из-за тебя земля получила что-то. Она изменилась, она была тов, а сейчас стала ра. Зло пришло на нее. И он говорит дальше, со скорбой будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Смотрите, что мы видим. Адам он теряет связь с Творцом. У него была эта связь с Богом. Но после грехопадения эта связь разрывается. Человек меняется. Он становится внутренне духовно мертвым. То есть он не способен откликаться на Божьи действия. Он теряет с ним связь. если он жил раньше в Эдемском саду, то теперь он не живет в Эдемском саду. Между ним и Богом произошло разделение. И творение, все то хорошее, что создал Бог, оно становится другим. Приходят будяки, тернии и волшцы. Это такой образ, который передает то, что мешает, то, что раздирает, то, что является определенным сорняком, то, что заставляет тебя в поте лица возделывать землю. Правда? Ведь если земля хорошая, можно не сильно-то и потеть, все легко. Но если бурьяны и камни, тогда надо очень хорошо постараться. Итак, все сотворенное из-за греха Адама приобретает другую форму. Неправильный выбор человека стал причиной болезни всемирной эпидемии зла. Друзья, или греха. И здесь, друзья, очень важно понимать один такой вот ключевой момент. Если мы говорим о том, что зло это субстанция, ну, вот как мы говорили, да, вот, допустим, туберкулез, вот у нас город очень высокий по туберкулезу, это конкретная субстанция, которую человек вдыхает, она как-то усваивается организмом, и человек болеет. Правда, да? То есть, иными словами, если я не хочу заболеть туберкулезом, то мне нужно сделать так, чтобы ее не вдохнуть. Но эта субстанция, она все равно где-то находится, где-то в какой-то баночке, в каких-то лабораториях, там есть этот вирус. Если баночку не открывать, то все будет хорошо. Правда? Так вот, зло, оно не такое, оно не имеет такую природу, друзья. Зло это не субстанция, зло это результат нашего выбора. Вот смотрите, предположим, я могу сломать ногу, вот я могу сейчас неправильно как-то спуститься с этих ступенек, и моя нога будет сломана. Может такое быть? Да легко может быть, правда? Но, в общем-то, это будет злом для меня, если я сломаю ногу. Ну, это будет однозначно злом. Но для того, чтобы моя нога была сломана, мне не нужен человек со сломанной ногой. Уловите эту мысль. Да? Мне не нужно, чтобы кто-то со сломанной ногой пришел, толкнул меня, и я подхватил сломанную ногу от него. Я, делая неправильный шаг, неправильно подвернул как-то, поставив ногу, я прихожу к какому-то результату. Вы понимаете, да? Иными словами, добро может существовать без зла. Моя нога может быть целой, независимо ни от чего. Вы понимаете, да? Но зло не может существовать без добра, потому что зло, это, можно так сказать, извращенное, поломанное добро. Уловили эту мысль? Друзья, зло не может существовать без добра. Зло это результат нашего неправильного выбора, это не субстанция, это просто результат. Уловили? Хорошо, я очень надеюсь. Итак, точно так же, друзья, и грех. И очень часто в Писании, если вы посмотрите по симфонии, понятие зла и понятие греха взаимозаменяемое. Бог говорит, я накажу тебя за зло, которое ты творил, я накажу тебя за грех, которое ты творил. То есть, оно очень часто взаимозаменяемо. И грех конкретно является результатом неправильного выбора. Итак, таким образом, Бог не создает зло и Бог не создает грех. Он позволяет нам выбирать. Он говорит о том, что послушай, если ты будешь ногу вот так неправильно ставить, она перестанет функционировать так, как я задумал. И будет тебе плохо. Ну и все, и вот ты смотришь на эти ступеньки и думаешь, ставить или не ставить. Никто меня не толкает. Я сам решаю, ставить мне или не ставить. И от того, как я решу, такой результат будет отражаться на моей ноге. Итак, если мы опираемся на события в Эдемском саду, если мы берем это за основу вообще нашего понимания, как верующих людей, мы можем увидеть нечто интересное. Прежде всего, друзья, когда мы говорим о понятии зла, мы можем сказать, что оно имеет несколько форм, несколько выражений. Каким бывает зло, иными словами? Есть зло, которое от нас не зависит. Какое это может быть зло? Например, град. Правда? Что мы сделали для того, чтобы пошел град и уничтожил весь наш урожай? Ничего не сделали. Правда? Наводнения, тайфуны, какие-то бедствия, которые вне нашего контроля. И это очевидное зло, когда вот стоял город, и вот города нет. Наводнение пришло, и все дома плавают. Произошло. И мы понимаем, что на самом деле, глядя в Эдамский сад, все эти вещи, которые происходят, все эти разрушения, они берут начало именно оттуда, когда творение пришло в состояние проклятия. хотя творение само по себе не было виноватым, да, вот так вот напрямую, не земля же согрешила перед Богом, не земля же нарушила, тем не менее, отвечая за все то, что происходило на земле, Бог наказывает не только человека, но и то, за что он отвечает, то есть это отражается на творении. Поэтому многие вещи вокруг нас происходящие, я вам хочу сказать, происходят они, потому что болеет творение, земля болеет, все то, что происходит, оно болеет, и оно намного масштабнее, чем мы представляем это себе. Нужно Божие исправление, нужно, чтобы что-то изменилось. Итак, зло как форма того, что мы не можем контролировать, то есть какие-то вот просто вещи за пределами наших стихийных действий, стихийное зло, давайте скажем так. И когда мы говорим о Царстве Божьем, Царстве Небесном, и если мы посмотрим в последние книги нашей Библии, мы увидим, что земля преобразится. Вы помните, что произойдет в тысячелетнем царстве, да? Написано, что волон будет кушать вместе с ягненком, дети будут играть над норой змеи, например. Это в нашем понимании современном это ненормально, но в изначальном Божьем плане это нормально. Земля, которая находится в гармонии, земля, которая не убивает друг друга, то есть творение, которое не убивает друг друга. Вы помните, что с самого начала звери, в общем-то, были вегетарианцами, да? Никто не охотился друг на друга. То есть не было этого зла, ты мог спокойно спать в любом лесу, в любой Африке, неважно где, но по идее, да? И они могли приходить, эти большие кошки под названием львы, просто спать вместе с тобой. Потом вы могли кушать салат какой-нибудь средиземноморский, и все нормально, проблем не было. Но сейчас вы рискуете стать частью этого салата, правда? И очень быстро. Итак, Божий план направлен на то, чтобы земля была преображена, чтобы то проклятие, которое пришло с выбором Адама, оно было остановлено. И мы верим, что в Божьем Царстве все будет преображено, будет место, где будет существовать гармония и взаимоотношения между творением. Итак, первая форма зла. Но есть вторая, которая также нам очень сильно близка и очень сильно известна. Это моральное зло. Наши поступки, наши грехи, горячо любимые или не очень горячо любимые, тем не менее, когда мы нарушаем Божьи заповеди, мы с вами умножаем зло в этом мире. И это также очевидно. Мы погружаем этот мир и с каждым годом все более разнообразнее. Мы погружаем этот мир в темноту и в зло. Что с этим всем делать? Вообще интересный вопрос. Вы знаете, друзья, согрешил Адам, почему страдаем мы? Ну, почему? Почему бы, например, Авелю, после того, как он увидел, что Адам натворил, почему бы ему не взять и не начать делать все правильно, чтобы Бог как бы сказал, окей, Адамом и ладно, ну не получилось у него, давайте посмотрим на Авеля, например. Пускай он все исправит. Мы видим, что на самом деле это стало невозможным. Нечто особенное произошло внутри человека. Вот как мы говорили, вот представьте, что у вас внутри, в вашем сердце, где-то там такой, образно говоря, есть приемник, какая-то такая станция, которая соединяет вас с Богом напрямую. Оно поломалось. И ты бы хотел, но не можешь. Оно поломалось. Ты вот держал в руках, разбил, и оно вот все, вот теперь оно не работает. И люди, приходящие в этот мир, они приходят уже с неработающим этим прибором. Он не дает возможность человеку соединиться с Богом. Итак, смотрите, как интересно. Люди по-прежнему могли выбирать и добро, и зло, и мы видим, что они выбирали, но все равно не решало это проблем. Очень скоро, буквально очень скоро, как люди потеряли связь с Богом в Эдемском саду, они настолько сильно развратились, что Бог просто не выдержал. Вы помните эту историю с Ноем? Бытие, 6 глава, 5 стих. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Все мысли, все помышления сердца было зло во всякое время. То есть, это люди, чтобы вы понимали, они знали тех людей, которые жили в Эдемском саду. Они с ними передали не так много времени, если вы посмотрите на хронологию жизни, то есть, это все очень близко было под тем меркам. И мы видим, что Ной, опираясь на свою совесть, он пытается выбирать правильно, и Богу нравится то, как он выбирает. И Бог проводит такую чистку, затапливает весь мир, он пытается решить в каком-то смысле вопрос зла, то есть, он уравнивает, выводя человека с праведными мыслями, человека с богоугодными мыслями, как бы на пик творения. Все умерли, остался Ной, хороший человек, и еще его семья. Но мы знаем, что буквально очень скоро, через несколько глав Библии, они начинают строить что? Вавилонскую башню. Потому что каким-то образом все равно человек склонен был выбирать злое, склонен был выбирать то, что не соответствует Божьему Слову. Итак, получается, таким образом, люди сотворены Богом, как те, кто могут выбирать, как те, кто могут решать, сделать шаг вперед и поломать ногу или не сделать. И люди, не имея связи с Творцом, но имея свободу выбора, они выбирают неправильно и не могут ничего с этим поделать. Они просто падают и ломают себе шеи и никак не могут решить этот вопрос. Именно поэтому, друзья, именно поэтому сам Бог становится жертвой зла. Еще раз, сам Бог становится жертвой зла. Он приходит как человек в образе Ешуа Мессии, он приобретает форму человека, тем самым уже просто умоляя себя очень и очень сильно. Но он по-прежнему, как и человек, как люди, он имеет возможность выбирать. Вы помните то, что происходило с ним после крещения? Мы касались этого немножко. То есть 4 глава Матфея описывает, когда Ешуа принимает водное погружение, в общем-то показывая тем, какова должна быть праведность, каково посвящение перед Господом должно быть всем окружающим людям. Бог говорит, вот это вот мой Сын, вот смотрите, каким должна быть жизнь человека. И дальше что происходит? Написано, что духом Ешуа введен в пустыню. Для чего? Для искушения от сатаны. И там описаны те искушения, он постился, и были искушения. Был ли смысл в искушении, если бы Ешуа не мог согрешить? Ну вообще, что это такое? Не было бы смысла, правда? То есть, иными словами, можно считать, что он мог согрешить? Хотя это тоже большой такой теологический вопрос, но тем не менее, я думаю, что Ешуа мог согрешить там в пустыне. Но он, сталкиваясь с этими искушениями, Писание говорит, что он был искушен во всем, кроме греха. То есть, он не выбрал грех, он не выбрал грех, он выбрал то, что ожидал от него Господь. Однако, однако, через время он приходит к событию, которое мы знаем как крестная смерть. И вы помните, что произошло, когда он висел на кресте, когда Ешуа висел на кресте? Описано в Матфея 27 главе 46 стихе. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, лама совахвани», то есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» закричал он. Друзья, с ним произошло то, что произошло с Адамом. Он, человек, который не выбрал своей жизни греха, будучи одновременно 100% Богом и 100% человека, он не выбрал греха, но стал жертвой искупительной, этим козлом отпущения за все человечество, и он действительно, вот, тот передатчик внутренний, который был у каждого человека, у него так же он сгорел, он говорил, «Боже мой, зачем ты меня оставил? Это так тяжело, это так сложно, душа моя сильно скорбит». Когда он знал, что это будет происходить, вы помните, как он молился вместе со своими учениками, которые спали, и написано, что пот у него выходил, как кровь, потому что он понимал, что должно произойти нечто особенное, должно произойти, должно произойти разрыв, должен произойти разрыв, должна потеряться эта связь с Богом. И понятное дело, что для нас, когда мы рассуждаем о сущности Троицы, вообще, как это все взаимодействует, мы вообще не можем до конца даже понять глубины всего этого, глубины этой потери, это потеря себя. Вот ты, часть этой Троицы, да, и ты перестаешь быть частью, ты становишься настолько далеко, что просто ты можешь сходить в Шиол, ты можешь сходить в Ад, ты можешь, ну просто нет Бога, абсолютно нет Бога. И тем самым Бог становится удовлетворенным за все человечество, потому что жертва, она имеет настолько высокую ценность, что Бог принимает ее как искупительное действие за всех людей. И тут самое время сказать Аминь. Аминь. Потому что именно с того момента все в этом мире поменялось, друзья. Все поменялось. Оказывается, с того момента в мире могут находиться люди, которые имеют эту внутреннюю связь с Творцом. Через жертву и воскресение Ишоа Мессии, эта связь, она приобрелась людьми. Приобрелась, друзья. Раньше это было невозможно, но теперь стало возможным. Окей, мы можем выбирать по-прежнему зло, правда? И мы активно, как верующие, периодически, осознанно его выбираем. Но тем не менее, Бог не выкидывает нас из своего общения. Не выкидывает. Бог не прерывает с нами взаимоотношения. Он говорит, давай-ка ты попробуешь еще раз выбрать. У Адама, вы знаете, я думаю, что если бы он мог выбрать правильно, они бы обходили это дерево, построили бы стену вокруг него и что угодно придумали, но больше никогда бы, скорее всего, туда не пошли. Правда? Наученные вот таким вот горьким опытом. Мы тоже знаем, что такое зло, но мы все равно туда идем, к сожалению. Мы все равно выбираем периодически неправильно. Итак, Божья благодать для нас в том, что Бог по-прежнему открыт нас принять. Связь с Богом, она не обрывается полностью. Знаете, что происходит? Она становится слабее. Слабее. Вот так же, как ваш телефон, когда вы заходите где-то в подвальное помещение, и вы видите, что он слабее, слабее, слабее. Если вы позвоните, вроде бы, как бы, есть связь, но что-то прерывается, что-то мешает вам иметь такую вот точную связь. И 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, говорит, Духа не угошайте. Духа не угошайте. То внутреннее состояние, которое есть у вас в единении с Творцом, старайтесь не угошать, не становитесь в ту позицию, где вы по зону действия Святого Духа. Потому что, знаете, что происходит, друзья? Если вы долго будете находиться в таком состоянии, если вы долго будете упорствовать в таком состоянии, вы рискуете прийти к такому моменту, когда связь будет прервана. Поэтому, как верующие люди, мы говорим, можно ли потерять спасение? Можно. Можно отказаться от Бога. Можно такой шаг сделать, чтобы полностью поломать свою жизнь, разбить свое сердце и стать навсегда потерянным для Бога. Можно. Даже верующему человеку. Поэтому Писание побуждает нас бодрствовать. Поэтому побуждает нас Писание следить за своей жизнью. Поэтому Писание учит нас выбирать правильно. Я хочу вам сказать так, друзья. Все то, что мы здесь делаем как служение, почему мы слушаем проповеди, почему мы говорим проповеди, чтобы научиться выбирать правильно, чтобы не множить зло в своей жизни и в этом мире, чтобы что-то менялось в соответствии с той внутренней связью, которую дал нам Иешуа Мессии. Итак, друзья, нам совершенно необходимо Божья помощь и Божья благодать для духовного перерождения и для того, чтобы иметь связь с Богом. Поэтому, когда мы говорим о пелагианстве, мы говорим это ересь, потому что он говорил, нет, не нужно благодати, все нормально, просто напильником, так сказать, снимай с себя вот эту шелуху нечистоты, просто делай заповеди, исполняй заповеди, и все будет хорошо. Недостаточно просто исполнять заповеди, друзья. Это приводит к законничеству, это приводит к бессмысленному религиозному хождению перед Богом. Нужно иметь и развивать эту внутреннюю связь с Творцом. Нужно учиться, знаете, как бы держать свой передатчик высоко в руке. Нужно заходить на те возвышенные места, где вообще, знаете, очень хорошая связь. Уединяться, возможно, приложить какие-то усилия к этому. Итак, друзья, я хотел бы сегодня обратиться к двум категориям людей, которые есть сегодня на служении. Первая категория это те, кто является уже верующим определенное время, не важно, в общем-то, сколько, но вы верите, что Бог, он является вашим отцом. Но, тем не менее, когда вы смотрите на свою жизнь, вы видите, что очень много как-то зла там, очень много горя и очень много какого-то непонятного совершенно, может быть, даже не чистого такого в вашей жизни. Вы пытаетесь что-то с этим делать, но на некоторые вещи просто уже махнули рукой. Возможно, вы вините других людей в том, что вот вы такой, ну вот, это вы меня заставляете, чтобы я так поступал или сяк поступал и так далее. Возможно, вы правы, возможно, люди действительно вас провоцируют. Я не знаю, в каждой ситуации все отдельно. Это их тогда вина, их неправильный выбор. Но вы знаете, друзья, каждый из нас будет отвечать за свои поступки. И вы знаете, за что вам стыдно перед Господом. И вы знаете те вещи, которые ну, которые приносят вам раны, которые приносят вам поражение. Бывает так, что человек считает, что он делает все правильно. Я встречал таких. Вот он просто молодец. Вот во всем. Вот он никак бы не учить и жить. Все знает и все делает правильно. Вы знаете, если так все правильно ты делаешь, то почему столько несчастья в твоей жизни? Может быть, что-то надо поменять? Это одно из таких серьезных заблуждений, когда человек целенаправленно делает одно и то же, у него не получается, но он все равно это делает, потому что думает, что в следующий раз будет вообще другой результат. Вы знаете, как вот это есть такой пример, что ты сеешь кукурузу, но почему-то ты упорно думаешь, что вырастет пшеница. Ну, просто я верю, я провозглашаю, я буду говорить, и не учите меня сеять злаковые. Да не вопрос, только ты сеешь кукурузу. Надо менять семена, нужно менять образ своей жизни. Римлянам 12, глава 19, 21 стих говорит так. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Здесь та же самая мысль, смотрите, послание к римлянам, поменяй свою реакцию на происходящее. Если ты видишь, что снова и снова то, как ты выбираешь, приводит к тебя поражению, значит, как-то давай менять это, давай подумаем о том, что ты делаешь, и зачем ты это делаешь, зачем ты множишь зло в своей жизни. Итак, как это сделать? В общем-то, друзья, на самом деле многие из вот таких вот грехов, которыми мы с вами согрешаем, они не очень сложные в том, чтобы их победить. Нужно просто правильно выбирать. И нужно просто заняться этим. Реально перестать быть вот таким вот, как бы реакция произошла, и вот сразу же ответная реакция. Что-то произошло, реакция. Перестать быть реакционным, начать думать, что я говорю, что я делаю, почему я так делаю. Если я привык делать вот так, отвечать вот так, стоп, так может быть, для начала я просто научусь молчать? Вы знаете, что много грехов можно остановить просто молчанием? Просто просто молчанием, просто не отвечать. И вы уже большую долю грехов остановите, большую количество зла просто не случится из-за того, что вы просто помолчите. Вы можете сказать, ну это же несправедливо, меня так обвиняют, мне говорят вот то, это же неправда. Бог здесь говорит, смотрите, не мститесь за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. То есть, иными словами, когда мы выбираем, когда мы выбираем правильную реакцию, Бог выходит на нашу сторону, выходит к нам навстречу и вмешивается. Вмешивается в происходящее. Итак, может быть, это не будет происходить сразу. Может быть, вы не научитесь спокойной жизни сразу. Я уверен, что так и произойдет. Но есть Божья благодать, есть жертва Ишуа Мессии, которая помогает нам возвращаться в устойчивую связь с Богом. Итак, очень интересное есть такое место. Это 143-й Псалом, первый стих. И очень интересный. Там написано, Псалом Давида, «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани». Очень интересный Псалом. Вы знаете, что в греческом и латынском переводе Библии перед словом, вот единичка и там Давида, Псалом Давида, там была еще одна вставка. Она звучала так, «перед битвой с Голиафом». То есть, это Псалом, которым молился Давид перед битвой с Голиафом. Но этот Псалом был записан после этой битвы. Понимаете, да? То есть, Давид, он помолился такой молитвой. Он говорит, «Благословен Господь». Идя на этого мужика здорового, вооруженного, профессионального воина, он говорит, «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей брани и персты моей битвы и персты моей брани». Друзья, он учит нас брани. Он учит нас этому сражению. Я хотел бы сказать, друзья, сколько раз Давид промахнулся в своей жизни, когда кидал камни с пращи? Знаете, сколько? Мы не знаем, но я уверен, что очень и очень много раз. Но никто не знает, количество его промахов. Но знаете что? Все помнят его победу. Никто может и не знать то количество раз, когда мы падали и вставали, падали и вставали. Мы учились. Окей, я буду пробовать вот так. Не получилось. Снова согрешил. Прости, Господь. Я сейчас попробую вот чуть-чуть вот так ногу поставить. Уже лучше, уже не так сильно. Прости, Господь. А теперь вот так. Получилось. Так, теперь надо запомнить, как я сделал. Значит, сначала я промолчал, потом я сделал вот так, так, я помолился, потом я сказал, пускай Господь тебя благословит, а потом я успокоился внутри своего сердца. Понимаете, да? То есть, благословен Господь, твердыня моя. Знаете, что такое твердыня? Второе значение этого слова – крепость. Твердыня. Благословен Господь, крепость моя. На тебя давит, а ты говоришь, я в крепости, Боже, я в Твоей твердыне. Ты моя твердыня. И какой бы Голиаф сейчас вот это вот не поносил, я, Боже, внутри себя, я просто имею этот мир Божий, я имею связь с Тобой. Научи меня, как его завалить. Этого крикливого. Или этого какого-то понош, знаете, какого-то такого вот, который тебя обзывает и говорит, где твой Бог-то? Ты посмотри, кто ты, что ты вышел ко мне, тут как собака какая-то. Кто ты такой вообще? Ты ноль в моей жизни. Сейчас я тебя раздавлю, как муху. Ты говоришь, Боже, благословен ты Господь, научающий мои руки брания. Сейчас я возьму камень и как дам ему в лоб. Просто и спокойно. Почему я это сделаю? Я тренировался. Я научился. Я знаю, как побеждать зло. Я знаю, я научился, как побеждать грех. Я силен не своей силой. Бог меня научает. У меня есть связь с моим Творцом. Он принял меня. Я буду преображаться. Для того, чтобы приобрести полноту этого образа. Я не ожидаю великих побед сразу. Но я буду стараться. Я буду брать себя за шиворот и говорить, что ты унываешь, душа моя. Славь Господа. Иди на собрание. Не хочу на собрание. Иди на собрание. Пастись давай. Не хочу поститься. Будешь поститься. Почему? Потому что я учусь. Мне это надо, друзья. Мне это надо. Я читаю Библию не потому, что я Богу должен. Ничего мы не должны ему в Библии. Знаете, и он нам не должен. У нас нет какого-то такого небесного плана чтения Библии. Абсолютно нет. Я ее читаю, потому что это инструкция. Для моей победы. Это инструкция. Там написано, как люди воевали. И я хочу воевать так, как воевали они. Я хочу побеждать так, как побеждали они. И знаете, что это получится? Почему я знаю? Потому что тот же Бог. И Бог берет вот это малое. Берет нас, как гидеонов. Берет нас, как этих малых Давидов. И превозносит. Дает силы. Дает возможность побеждать. Мы осознаем свою немощь. И в этом наша сила. Потому что тогда выходит Господь. Тогда выходит Он, как прорыв воды. И дает нам победу. И вы знаете, что? Это победа, которая была у Давида. Это была всего лишь первая победа в его жизни. Известная. И дальше он построил всех вокруг себя. Всех врагов Божьих. Вы помните, что он вообще сотворил? Он настолько побеждал, что когда он захотел построить храм, Бог сказал, стоять. Слишком уж много ты напобеждал. Руки твои очень сильно в крови твоих врагов. Поэтому давай лучше... Я благодарен тебе за все то, что ты приготовил для храма, за ревность твою. Давай пускай Соломон. Он будет человеком мирным. И мы помним, что Давид оставляет Соломону царство во всей силе. Врагов, которые стоят на коленях вокруг царства Израильского. Потому что Давид сражался. Учившись с малого, он превозмог новым к многому. Итак, друзья, никто не будет знать количество ваших промахов, кроме Господа. Но все будут помнить ваши победы, когда они произойдут. И они однозначно, точно произойдут. Вы станете теми людьми, которые будут умножать Божьи ценности и уменьшать количество зла, количество греха в этом мире. Итак, это то, что я хотел бы сказать верующим людям. Но я знаю также, что здесь есть те, кто никогда не примирялись с Господом. Вы живете простой жизнью простых людей, но вы понимаете, что слишком уж много этого зла в вашей жизни. И вы понимаете, что вы устали, потому что вы страдаете от этого всего происходящего. Я хотел бы предложить вам наладить связь с Богом. Я хотел бы предложить вам раскаяться в ваших грехах, раскаяться в том зле, которое вы творили всю свою жизнь и не знали об этом или знали. В общем-то, неважно. Но вы не имели отношения с Богом. Я призываю вас покаяться. Для того, чтобы это сделать, не нужно очень многое. Первое, что необходимо, это действительно этого хотеть. Не ради меня, не ради кого-то. Вы не мне приятно сделаете. Вы Господу сделаете приятно. И ангелы на небе будут радоваться. Мы тоже с вами порадуемся, да? Но вы сделаете в первую очередь одолжение самому себе. Нужно попросить прощения за все то, что вы творили перед ним. Но сделать это честно. Сделать это искренне. В простой молитве сказать, Господь, если хотите, помолитесь сейчас со мной. Прямо там, где вы находитесь. Господь, во имя Ишуа Мессии. Я прихожу к тебе, как грешный человек. И я исповедую, то есть я говорю вслух все то, что я сотворил. Прости меня, я грешил перед тобою. Я не был послушан твоим словом, твоим заповедем. Я даже не знал тебя так, как я бы мог знать. Очисти меня во имя Ишуа Мессии. Во имя Мессии Израиля. И прими меня в свою семью. Я хочу быть твоим сыном или дочерью. Я хочу принадлежать тебе и знать тебя. Измени мое сердце и измени мою жизнь во имя Ишуа Мессии. Это все, друзья. Это все. Если вы действительно имели в виду то, что вы говорили, в этот момент Бог преображает сердце. Вам нужно принять это верой. Вам нужно принять это спасение. Принять по его бесплатному дару. Просто потому, что он так сделал. И начать жизнь верующего человека. Познакомиться с кем-то из общины. Подойти вот там на чашку чая. И сказать, я тот человек, который сегодня первый раз молился молитвой покаяния. Что мне делать дальше? И там вам обязательно расскажут, что вам делать дальше. И как правильно поступать. Продолжение следует...